Привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале о здоровье, тренировках и жизни. Сегодня я предлагаю поговорить с вами о тестостероне, а именно влиянии его на рост мышц. Что будет с вашим организмом и ростом мышц, если, допустим, у вас от природы низкий уровень тестостерона? Как это влияет на ваши результаты в зале? Можно ли вообще накачаться, если маленький уровень тестостерона от природы? Что делать, если он низкий? Как его поднять? На все эти вопросы ты узнаешь ответы в этом видосе, оставайся на канале. Друзья, убедитесь, что вы подписаны на канал, что вы поставили лайк этому видео, просто чтобы понимать, что вы уже посмотрели. Если что-то не понравится, в конце видео поставишь дизлайк и все. Совсем недавно я пошел в лабораторию, ближайшая, которая находится возле моего дома, и пошел, сдал анализ на общий тестостерон. Заодно я еще сдал на гормон роста, но об этом речи в этом видосе не будет. Просто я покажу свои анализы и в конце видоса разберу результаты этого анализа. Но после того, как я сдал анализ, я знал, что у меня высокий уровень тестостерона, потому что я сдавал когда-то 18 лет тестостерон, и у меня врачи направили на этот анализ, потому что у меня была проблемная кожа. Если вы не знаете, то когда у вас высокий уровень тестостерона, у вас могут быть просто элементарно прыщи, у вас могут быть акне, у вас могут быть на спине проблемы, на лице, где угодно. Это не означает, что вы химик, это означает, что, возможно, у вас просто высокий уровень тестостерона. И это большой фарт, вам очень повезло. От этого зависит множество процессов в организме. ваше здоровье, здоровье простаты, вашего сердца, просто количество содержания процента жира в организме, количество ваших мышц. Это влияет еще на вторичные признаки, просто половые, которые делают вас похожими на мужиками, но об этом, я думаю, вы так знаете без меня, об этом видео речь не будет. Мы копнем гораздо глубже, и мы поймем, развеем некоторые мифы, которые сложились вокруг цесостерона, и вы узнаете очень интересные штуки. После того, как я пошел сдавать анализ, я задумался о том, а как вообще ребята могут накачаться, если, допустим, у них от природы низкий уровень цесостерона. Я знал, что он у меня высокий, да, мне нужно было сейчас убедиться просто, что мне было интересно, на каком он уровне находится, потому что после 30 лет цесостерон начинает падать у всех мужиков. Но если ты тренируешься, то ты можешь поддерживать этот уровень более-менее нормальный. То есть это нормальный природный процесс, что цесостерон начинает падать после 30. У меня сейчас уровень гормонов на уровне примерно 18 лет. И это очень круто, ребята. Это означает, что тренировки работают. Я задумался, как накачаться мужику, если у него маленький уровень гормона. Понимаете, тут такая ситуация возникает. Есть ли вообще связь какая-то между этим? Я начал копать, и, ребята, у меня материалов около 50 страниц текста в вордовском документе. Я не смогу обо всем рассказать в этом видео. Я расскажу лишь в контексте влияния разного уровня тестостерона, потому что мы посмотрим под разными углами других каких-то видео, которые будут в будущем. Потому что видео получат у меня на час. И, ребята, эта связь есть. Ну и, возможно, не такая, как вы думаете. Если у тебя в организме сейчас реально низкий уровень тестостерона, вот прям совсем низкий, скорее всего, тогда у тебя есть, наверное, проблемы какие-то с лишним весом. И смотри, ты приходишь в тренажерный зал к фитнес-тренеру, допустим, платишь ему деньги, и он тебе не направляет на сдачу анализа в крови. Я тебе хочу сказать, что это уже означает низкую квалификацию вашего тренера. Я не фитнес-тренер в тренажерном зале. У меня есть сертификат фитнес-тренера. Я получил на американской довольно уважаемой такой организации. Я выучился на английском языке, сдал сложные экзамены. И планирую еще продолжать в этом направлении обучения. Но это мне и самому интересно. Я не зарабатываю себе на жизнь в фитнес-индустрии вообще никак. Я не зарабатываю на этом канале вообще ни копейки. И пока, по крайней мере. Я надеюсь, это будет в будущем. Но вот я уже год этим каналом занимаюсь, и ничего пока не зарабатываю. Мне нет смысла тебе говорить неправду. Я не зарабатываю как фитнес-тренер онлайн. Я не тренирую никого онлайн. У меня канал больше о здоровье, о том, как быть здоровым, а не о том, в принципе, как накачаться. Но, когда ты придешь в тренажерный зал, тебе тренер может этого всего не сказать. Не направить тебя на гормоны. Не сдать, не посмотреть на твою картину вообще по крови, что у тебя, какие результаты. А из-за этого у тебя не будет вообще никакого нормального результата. Не в течение не то, что года, а вообще ближайших лет. Первым делом тебе нужно разобраться с твоими гормонами. Понять, какой уровень тестостерона. И проверить, например, щитовидную железу. Об этом у меня есть видео на канале. Посмотри анализы для атлета. Это обязательный шаг. Просто без этого никак. Смотри, тут такая зависимость, она прямая. Если у тебя очень низкий уровень тестостерона, то накачаться будет практически нереально. Если очень низкий уровень тестостерона, то мышцы все равно будут расти. Но они будут расти за счет улучшения нейромышечной связи. А не за счет гормона. Так не совсем должно быть. Должен быть нормальный уровень тестостерона в крови. Смотри, я говорю нормальный. Если, допустим, вот у меня 22, да, это довольно высокий. До верхней границы еще 6 единиц. Это максимально высокая граница. Но это тоже средний. То есть это просто нормальный уровень тестостерона. Не низкий. Чуть выше среднего, скажем так. И это очень хорошо для мужика. Но, чтобы мышцы росли, уровень должен быть просто в пределах нормы. Не означает, что у тебя должен быть какой-то супервысокий уровень тестостерона. Это не обязательно. Исследования показали, что нужен просто средний уровень гормона. Если у тебя нормальный уровень тестостерона, мышцы растут хорошо. Если же низкие, то они практически не растут. Был проведен такой эксперимент. В течение 10 недель человеку делали инъекции. Каждую неделю делали по 600 миллиграмм тестостерона. И он тренировался. За 10 недель он нарастил 13 фунтов мышц. Это примерно 6 килограмм мышц за 10 недель. Это очень крутой результат. Но, чтобы вы понимали, уровень гормонов был превышен в 6 раз выше терапевтической дозы. Во-первых, давались инъекции. И тестостерон мы подняли на 600%. Это огромный подъем тестостерона. Такое возможно только при инъекциях. И гораздо больше, чем нужно вообще человеку. Вот на таком уровне инъекции действительно влияет сильно на организм. И мышцы начинают расти. Мышцы становятся сильнее. Мышцы становятся больше. И самое интересное, что такой уровень тестостерона, когда тебе колят его искусственно, у тебя продолжается и днем, и ночью. То есть, если, допустим, общий тестостерон, обычно у мужиков в натуральном фоне, вот как у меня, он очень сильно меняется в течение суток. И это именно свободный тестостерон. А вот, например, общий тестостерон, он примерно более-менее одинаков. Есть скачки, но они обычно в пределах одной единицы. Это небольшие скачки. И организм очень хорошо чувствует такие скачки. Даже 0,1-0,2 единицы организм почувствует. В мышцах есть рецепторы, которые чувствуют, какие колебания тестостерона происходят в вашем организме. А вот у этих людей превышена была норма в 6 раз. И днем, и ночью. Постоянно высокий уровень тестостерона. Конечно, организм начинает расти. Идет ответ, мышечная реакция. Мышцы растут, мышечная сила растет. Но ученые не совсем понимают вообще, как это происходит. Не совсем понятны эти механизмы. Ученые проанализировали вообще влияние тестостерона, когда его отдают в терапевтических дозах человеку. Как это влияет на организм? Если, допустим, у вас пониженный тестостерон, допустим, у вас эректильная дисфункция на фоне этого, вам могут назначить лечение тестостерона. Как показали исследования, это не приводит к ничему, кроме как к росту мышц и их силы. Вы не становитесь после этого, например, более какой-то в самец. У вас не начинает больше тянуть на женщин, не знаю, у вас не меняется личность. Вы не становитесь каким-то там похожим на какого-то испанского мачо после этих инъекций. Вы не становитесь... Не меняется ваш характер. Ничего в организме не происходит положительного, кроме как мышц. То есть это не влияет даже положительно на сердечно-сосудистую систему. И это очень важный фактор, который в этом видео вы должны запомнить. Это реальные исследования, которые это подтверждают сейчас. Просто поймите, что это очень важно понимать. Например, в Европе сейчас старики, когда у них уже спадает сексуальная функция, они им назначают тестостерон. То есть просто не качки, это обычные люди. Мы сейчас даже не говорим о качках. И это делается для того, чтобы как будто бы улучшить его качество жизни. Повлиять на его сердце, улучшить его здоровье и так далее. Ребята, вы должны сейчас понять. Если вы сейчас мне не поверите, то можете проверить свое собственное исследование. Это не работает. Вам нужно стараться просто поддержать свой собственный уровень тестостерона до глубокой старости. С помощью спорта, с помощью тренировок, с помощью правильного образа жизни, с помощью тех факторов, которые я расскажу чуть дальше. Только это работает. Не рассчитывайте на то, что вы на старости пойдете и начнете просто колоть эсэстерон искусственно. И это как-то сделает вас крутым, сделает вас невероятно здоровым. Оно вас сделает внешне здоровым. То есть реально мышцы вырастают. Я думаю, никто с этим не будет спорить и сомневаться. Очень многие колют эсэстерон. И они становятся реально большими на фоне этого. То есть это реально работает. Но растут только мышцы. Больше никакого положительного эффекта нет. Более того, есть огромные риски на здоровье. И ученые пришли к такому выводу, что риски, которые появляются на фоне приема эсэстерона искусственного, превышают вообще всю пользу. И вообще это настолько бесполезное занятие, как колоть эсэстерон в лечебных терапевтических целях, что ученые, внимание, решили больше вообще не исследовать эсэстерон. То есть они решили, что это настолько бесполезно. И нет никакой перспективы в этом вообще лечении людей или каких-нибудь полезных вообще вещей для человечества. Чтобы прекратили особо-то исследовать его. Насколько это правда, насколько действительно прекращены исследования, я не проверял. Но вот такие исследования были мной найдены. Друзья, чтобы вы понимали просто масштабы этого всего. В 2012 году продажи препаратов эсэстерона превысили отметку 2 миллиарда долларов по миру. И это огромная цифра. И эта цифра постоянно росла с тех пор. Сейчас я не знаю, какие-то цифры. Просто если вам интересно, поищите, напишите под видео в комментариях, какие сейчас цифры продажи эсэстерона. Это огромный бизнес, это огромные деньги. Но доказаны пользы, никакой в этом нет. Смотрите, с моей стороны, что я вижу, допустим. Ну хорошо, ученые говорят, что никакой пользы в этом нет для сердца и так далее. Это важно понимать. Но в принципе мышцы растут, да? Допустим, если вы на старости решите просто накачать себе мышцы с помощью эсэстерона, ну почему бы и нет? То есть я не осуждаю тех людей, которые принимают эсэстерон. Это, во-первых, терапевтические цели могут быть элементарно. Очень много чего сейчас применяется качками, которые на самом деле это нужно для терапевтических целей, чтобы помогать пациентам восстанавливаться после определенных состояний. Почему бы и нет? Это решение каждого. Как на меня, если, допустим, у вас растет количество мышц в организме, то у вас уменьшается количество жира в организме. Тесэстерон искусственно принятый внутрь, внутрь вена, да? Так работает. Мышцы увеличиваются, жир уменьшается. Ну так, то, что нужно, по-моему. Ну вот вы просто должны понимать, что это все. Внешне вы здоровы и красивы. Внутри вы остаетесь тем же, особо ничего не меняется. Чтобы вы понимали, не меняется, например, так даже на... Вот есть такое понятие, что когда люди тесэстерон, допустим, колят, или они там просто у них высокий уровень гормона, что они очень агрессивными становятся. Уже ученые доказали, что нет. Ты будешь агрессивным при любом уровне тесэстерона, который у тебя есть в крови. Это скорее от других факторов вообще зависит. Но зависимость все-таки есть. Если свести, например, на ноль уровень тесэстерона в твоей крови, то ты станешь вообще не агрессивным. Это так. Но если его опять вернуть хотя бы до середины нормы, а не просто до какой-то высокой нормы, то ничего не меняется. Ты становишься опять агрессивным. Такой, какой ты и был. То есть, если даже начать тебе колоть, например, невероятный доз, там, да, в 6 раз выше нормы, то ты не становишься в 6 раз более агрессивным. Нет. Ты становишься таким же, как и был. То есть, это не влияет на вот эти процессы. И это доказано учеными. Теперь, как практически этим пользоваться, этой информацией? Что нужно делать? Очень важно понимать. И как вообще на это можно повлиять? Если у тебя сейчас в организме есть лишний процент жира в организме, у тебя, допустим, в жирности, там, больше 25%, может быть, даже для некоторых 20% и больше, это уже может быть лишняя жировая масса, лишние жировые клетки в организме, то с повышением жира в организме возрастает количество эстрогена, женских половых гормонов. И они же вызывают у тебя еще большее ожирение по женскому типу. То есть, у тебя становится, жир появляется в области грудей, в области грудных и в области живота. Это и называется отложение по женскому типу. Это работа от гормона эстрогена. Для мужика это очень вредно. Это вообще приносит очень много проблем со здоровьем. Оно одно за собой тянет другое. Проблемы с сердечно-сосудистой системой и так далее. И всевозможные состояния от плод до диабета. Об этом посмотри подробнее. У меня есть видео на канале про питание. Ты лучше будешь это понимать. Твоя задача не допускать лишнего жира в организме. То есть, если даже ты натурал, если даже ты не используешь какие-то препараты, то тебе все равно, и ты не уступаешь, и спортсмен, ты не уступаешь на соревнованиях. Тебе все равно нужно заниматься сушкой. Должны быть фазы, когда ты сушишься. Когда ты приводишь в свой организм примерно 8-10% жира, может быть, даже 15% жира. То есть, от 8 до 15% в принципе, это считается, ты довольно сухой. И это тоже индивидуально. Ты должен просто проверять себя сам. То есть, брать прям руками у себя на животе, проверять. Если там есть прям много жира, ты прям берешь его в руку, да, держишь этот жир, проверяя там в конце дня, например. И ты должен смотреть, чтобы жира не было сильно много. В идеале у тебя должны появляться просто кубики пресса на животе. Ты должен видеть хорошо, отчетливо свой живот. И видеть, что там есть мышцы. Хорошо должен видеть. Так же самое не должно быть никаких жировых отложений в области грудных. Если они уже есть, ты срочно должен это снизить. Сейчас объясняю, почему это нужно делать обязательно. Жировые клетки, которые находятся в области живота, они вызывают, они выделяют такой фермент, как ароматаза. Может, ты слышал, как ароматизация, там говорят. Ароматаза, она переделывает тестостерон в женский половой гормон, в эстроген. Понимаешь, о чем я говорю? Именно жировые клетки в области живота обладают наиболее сильным этим эффектом. Не только в области живота и в других частях тела, но самое сильное именно в животе. То есть не допускай слишком чрезмерного накопления жира в организме. Если у тебя падает уровень тестостерона из-за того, что поднялся эстроген, то в мышцах есть определенный датчик. И представь это, как просто датчики разведшины на мышцах. И они следят постоянно за уровнем тестостерона в твоем организме. Если тестостерон почему-то падает, то организм перестает нормально обслуживать твои мышцы. То есть это реально стопе. Все. И мышцы перестают получать техобслуживание. То есть, другими словами, мышцы перестают растение. Они начинают деградировать. Из-за того, что повысился уровень жира, понизился уровень тестостерона, поднялся уровень эстрогена. И мышцы прекращают их обслуживание. А ты становишься вялым, ты становишься уставшим. Такое, как будто бы нет особой жизненной энергии. Нет каких-то таких... Нету силы какой-то. Нету такой активности в тебе. Это может быть именно из-за этого. Поэтому тебе нужно обязательно сушиться иногда. Теперь ты лучше понимаешь вообще, что такое сушка и зачем ее делать. Я, допустим, раньше вообще этим никогда не заморачивался, потому что у меня жира никогда в организме не было. Я просто реально не было никогда. Сейчас у меня уровень процента жира в организме примерно 24%. 24-25%. Как это померять? Есть муж-купитель умные весы. Они меряют довольно точно. Там ногами просто становись, они измеряют уровень жира в организме. Есть приборы, которые просто оттягиваешь кожу на уровне живота, и ты меряешь процент жира в организме. Есть разные способы. Можешь просто погуглить эту тему. Я вот общался как раз недавно с парнем в Инстаграме на эту тему, с одним из наших бро. И он тоже спросил у меня, не считаешь ли ты, что у тебя слишком много жира в организме? Да, ребята, я вообще не считаю, что у меня очень классная форма. Я набрал 19 килограмм за два года последний. Конечно, это было с жиром, это была не чистая масса. Но тем не менее, более-менее я форму сохранил. Жирным я не стал. Но я обязательно должен сушиться. Смотрите, если ты хочешь набирать массу, если ты, допустим, сейчас решил, да, я хочу набрать массу, но у тебя есть уже сейчас на этот момент жир в организме, тебе нужно сделать следующее. Ты должен похудеть. Ты должен вернуть нормальный уровень процента жира в организме. Ты должен вернуть себе нормальную форму, и только после этого ты начинаешь набирать массу мышечную. Не нужно это делать, когда ты сейчас жирный. Сначала мы худеем, потом мы начинаем качаться, начинаем активно набирать мышечную массу. Подтверждение моих слов в 2012 году в журнале Current Diabetes Reviews была опубликована статья по поводу того, что тестостерон реально влияет на откладывание жира в области живота. Так как же все-таки поступить, если, допустим, сейчас у тебя есть реальные жировые отложения, что нужно делать, чтобы от них избавиться? Рекомендовано, если у тебя есть сейчас жировые отложения, ты должен ввести примерно 2 силовые тренировки в неделю и добавить 150 минут кардио. Обычного, спокойного кардио. Не когда ты вяжешь спринты, не когда ты очень активно работаешь, а просто спокойно работаешь на минут 40, примерно не превышая пульс 70% от твоего максимума. Тебе нужно похудеть. Похудеть и одновременно заниматься железом. Тренажерно в зале ты не худеешь. И ты должен понимать, что чтобы жир вообще горел, ему нужен кислород. Любая анаэробная нагрузка, а тренажерный зал, тяжести, спринты, это является анаэробной нагрузкой. Там кислород не участвует в энергообмене. Чтобы тебе похудеть, тебе нужен кислород, и кислорода много. Это ходьба, это велотренажер, это бег в среднем темпе, не в быстром темпе. Все это помогает реально похудеть. То есть тебе нужно это делать параллельно все. И заниматься железом, и примерно 150 минут в неделю вот такого кардио. Как только ты приведешь в порядок свой жировой уровень в организме, можешь называть это период с период сушкой. То есть ты вот таким образом сушишься. Калорийность рациона твоя должна быть примерно около нуля. То есть что имею в виду около нуля? Ты не должен есть больше, чем тебе нужно, или меньше, чем тебе нужно. Просто нормально питайся. Конечно, должно быть нормальное здоровое питание. О диете я обо всем не расскажу в этом видео. И целостно не расскажу, как похудеть. У меня на канале об этом уже есть видео. Просто посмотри. Нужно хорошо высыпаться. Нужно нормально восстанавливаться после таких тренировок. Нужно употреблять достаточное количество белка, и просто хорошее питание ты должен создать тебе. Это единственный правильный здоровый путь. Поэтому нужно делать периоды, периодизацию. Обязательно они должны быть. Теперь ты понимаешь на более глубоком физиологическом уровне, зачем это делать. Ты должен в периоды, когда ты не набираешь массу, ты должен реально нормально просушиться и вернуть нормальный уровень, свой гормональный фон. Похудеть, чтобы появились мышцы на животе желательно, кубики, чтобы все было видно. Потом, когда ты переходишь к фазе набора мяса уже, когда ты сидишь на массе, ты опять начинаешь набирать жир. Это нормально. Без этого натурально это вообще не получится по-другому. Ты набираешь и жир, и мышцы. Это нормальный процесс. На массе ты набрал свой жир и мышцы, а потом ты опять все сжигаешь на сушке. Не все, а сжигаешь жир, потому что он горит как раз, я уже рассказал как. Почему так нужно делать? Потому что мышцы должны набираться вместе с жиром. Это физиология. Теряешь примерно, где-то вот примерные данные, это примерно один к одному. То есть, если ты набираешь примерно 6 килограмм веса на массе, примерно, это может быть 3 килограмма, половина из этих будет мышцы. То есть, с жиром накапливаются и мышцы. Друзья, будем закругляться в этом видео, потому что все, я не могу рассказать то, что я знаю на эту тему. Но я хочу рассказать еще очень интересную штуку, и я оставил ее на концовочку. Ребята, проведены исследования, которые говорят, что не сильно даже важен, не так важен, вернее, уровень тестостерона в крови, он просто должен быть в норме, как я уже сказал. Но есть еще другое понятие, как андрогенные рецепторы, которые находятся в ваших мышцах. Было проведено исследование, и лучшие результаты были в течение 12-ти недельной тренировки. 12 недель ребята там тренировались, огромное количество ребят за ними следили. И самые лучшие успехи были у тех, у кого много андрогенных рецепторов, а не большой уровень тестостерона. Что это означает? Эти рецепторы, они чувствительны к тестостерону. То есть, более важно не количество тестостерона, а чувствительность к тестостерону. И это индивидуально все у всех. Как на это повлиять? Как увеличить это количество рецепторов? Я не знаю. Я не нашел таких исследований. Возможно, это вообще генетически предопределено. То есть, у кого-то их больше этих рецепторов, у кого-то меньше этих рецепторов. И именно они сигнализируют твоему организму после тренировки, когда ты потренировался с тяжестями, они говорят тебе, ребята, у нас тут реально была тренировка, только что нам нужны все материалы строительные, мы должны быстро залатать мышцы. Они сигнализируют организму, что нужно делать быстрый синтез белка. Не больше белка производить, а быстро. Быстро. И направить быстро в мышцы, чтобы залатать все повреждения и мышцы выросли. Именно эти андрогенные рецепторы играют ключевую роль вообще в росте мышц. Друзья, теперь давайте подведем какие-то итоги этого видео, чтобы вы запомнили ключевые моменты. Я хочу, чтобы вы понимали, что тестостерон лучше повышать не даже с железками. Это должно быть. Но вы должны делать правильное кардио. Вы должны делать кардио, которое будет способствовать повышению уровня тестостерона. И это кардио должно быть умеренной интенсивности. Просто умеренная работа, например, на велотренажере. Это доказано, что это повышает уровень общего и свободного тестостерона. Теперь, смотрите. Обязательно нужно делать периодизацию. Доводить в порядок свой гормональный фон с помощью сушки. Вы делаете сушку, вы приводите в порядок свои мышцы и нормализуете гормональный фон. После этого переходите к мясонабору и потом повторяете все заново. Это очень важно. Теперь пару слов о том, как вообще сдавать этот анализ, если вы заинтересовались и тоже хотите его сдать. Смотрите, я не рассказал о гормоне роста, который вы видите в этом анализе. Но вы видите, что он практически к нулю стремится, этот гормон роста. Это очень хорошо. И как бы это ничего не доказывает, что я там применяю или не применяю гормон роста. Но это говорит, что я, по крайней мере, у меня он не повышенный ни от чего. Ни от искусственного введения, ни от еды. Просто у меня нормальный уровень гормона роста в крови. Он вообще скачет в течение суток. И это очень длинная тема. О ней я сейчас рассказывать не буду. Тестостерон у меня находится в порядке. И это очень круто, что с 18 лет он у меня особо не поменялся. Это действительно классно. Чтобы подготовиться к такому анализу, вы должны примерно 2 дня до анализа лучше не тренироваться, лучше не заниматься сексом. А натощак утром вы приходите, сдаете с вены кровь. Это наиболее тогда будет точный анализ крови. Вам нужен общий тестостерон, вам не нужен свободный тестостерон. Свободный тестостерон назначается в определенных ситуациях урологами, когда они делают определенные исследования. Вас интересует именно общий тестостерон. Он более-менее всегда одинаков в крови. Сильно он не меняется. Как я говорил, пару единиц там во время тренировки и все. И я рекомендую вам контролировать уровень тестостерона. Хотя бы сдавайте раз, хотя бы там в году, хотя бы просто проверяйте какой у вас уровень тестостерона. Особенно, если у вас есть сильные колебания с весом. Если вы, допустим, сильно набираете вес, сильно худеете, то это точно для вас. Контролируйте показатели. Вообще, ежегодично сдавайте анализы всевозможные. Посмотрите мое видео про анализы крови и вы лучше будете понимать вообще, как часто это нужно делать, какие анализы сдавать, за чем следить. Друзья, это все. В ближайшее время у меня на канале появится социальное видео. Я просто хочу вас попросить потерпите. Я на канале не рассматриваю болезни. Я не врач и я не хочу зацикливаться на каких-то болезнях. Я хочу отдавать вам информацию по здоровью. Качественную информацию, чтобы вы были здоровы. Потому что очень мало у нас вокруг правильной информации по здоровью. Очень много дается неправильно. И в целом система здравоохранения, медицина, я уверен, что в ваших странах, в моей стране примерно одинаково работает. Она не заинтересована, чтобы вы были сильно здоровыми. Вы должны быть просто более-менее здоровыми, чтобы вы могли ходить на работу. Очень часто есть такая ситуация, что врачи вам не желают на самом деле крепкого здоровья. Поэтому и появляются такие каналы, как мой. Но моя жена меня попросила записать видео на тему атопического дерматита. И оно уже готово, материал готов, он появится на канале в ближайшее время. Это видео для детей. То есть у меня, у сына была проблема с кожей. Это дерматит, который часто бывает именно у детей. Там такая картина очень неприятная, там все лицо в пятнах. И вот чтобы этого не было у других детей, я записал такое видео, потому что оно реально принесет пользу очень многим. Поэтому просто потерпите. Это социальное видео, оно нужно определенному количеству людей. Я надеюсь, это количество людей небольшое, но записать все равно нужно, потому что очень много людей не знает, что с этим делать. Просто потерпите и пропустите его, потому что если у вас нет детей, скорее всего вам это не понадобится. Я желаю, чтобы вам это не понадобилось. Просто, скажем так, через неделю, если я смогу сделать какое-то видео раньше, следите за каналом и увидите про атопический дерматит, просто пропускайте Друзья, на этом все Спасибо, что посмотрели этот видос Я надеюсь, вам было полезно Удачи!